Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Тейра Тэч, и сегодня мы перестроим базу. Перестроим, сделаем расфасовку, в общем, постараемся от всей души. Плюс вообще хотелось бы сделать такую базу, чтобы, ну, на все 100% защититься, что ли. Хотя защищаться здесь не от кого. Тут максимум, что может на меня напасть, это охотник, да, который появится. Но и то, навряд ли он появится здесь. Зверь у меня стоит, отдыхает, потому что он долгий путь проделал за кадром. Я тут уехал от базы и искал возвращение. Вообще переделывать, наверное, в большей степени я буду вот эту вот часть, которая именно занимается крафтом. Мне забавны некоторые комментарии от людей, которые мне советуют не заниматься этим, потому что, ну, видите ли, они это уже попробовали, и как бы это не стоит, по их словам, не стоит того, как бы. Но я все-таки хочу сам попробовать и понять на все 100%. Первое, что бы хотел сделать, это, на самом деле, вот эти вот предметы все как-то подобрать. Но подобрать будет сложно, и я постарался сделать немножечко складов. Они, по-моему, да, они ставятся. Отлично, отлично. Мы вот так вот сделаем. И еще сделаем вот что-нибудь типа такого. Надеюсь, у меня получится все эти предметы подобрать, потому что вот так вот сейчас произойдет. Именно так оно и должно, так оно и было все запланировано. Посмотрим. У-ху-ху. Конечно, собрать это все без проблем получится. Мы, кстати, давайте, наверное, сейчас так и поступим. Мы сейчас соберем просто-напросто. Так, вот этот магнит мы давайте выкинем куда-нибудь вот сюда вот. Вот сюда выкинем и... Так, дальше. Дальше на этом устройстве нужно собрать кое-что. Соберем мы где-нибудь что-нибудь типа вот... Нет. Типа вот такого вот. Ну же, ну... Вот что за ересь? Я не понимаю, насколько же нужно быть неадекватными, чтобы вот такие варианты мне предлагать установки блоков, которые они предлагали. Это странно, серьезно, странно. Давайте сейчас еще... Ой-ой-ой, а что подлагивает-то? Странно, что подлагивает. Серьезно, не пойму, что подлагивает. Давайте здесь купим... Я специально еще графику понизил. То есть у меня стояла графика на, как бы, грубо говоря, на хороший. Я ее поставил почти на минимум, чтобы не лагало. Во. Вот, отлично. Теперь мы сейчас проедемся и соберем все блоки, которые здесь есть. Плюс еще к этому ко всему еще поставим... Блин, вот... Ты, может, не будешь мешаться, а? Зверь. Да, если кто не понял свое устройство, я назвал зверь. Может быть, это слишком громко кто-то скажет или еще что-то в этом роде. Но все-таки он у нас охотник, он у нас зверь. Он именно будет воевать. Магнит, как видите... Черт. О, боже. Магнит, конечно, работает на все 100%. Легче собрать, конечно, здесь. Просто поставить, допустим, вот что-нибудь типа такого. И сейчас вот здесь все у нас соберется. Так, ладно, давайте попытаемся все-таки... Блин, слишком огромное устройство, чтобы вот здесь вот в такой атмосфере, так скажем, атмосфере... Как бы это правильно выразиться-то? А почему он не поднимает? Смотрите, он как бы вроде бы поднял, да? А дальше вот на склад не перетаскивает предметы. Это... Это подозрительно. Это как минимум подозрительно. Я не знаю, почему так происходит. Ладно, давайте вот тогда вот так вот поступим. Скорее всего, этот склад именно сам поднимает, да? То есть, но не является... Переносчиком как бы предметов, как бы так вот правильнее выразиться, что ли. Ладно, окей. Вроде бы все здесь освободили место. Как же нам расфасовочку сделать? У нас есть замечательный фильтр, который может спокойно этим заниматься. Так, давайте вот это тоже уберем. Здесь оно сейчас лишнее. Фильтр у нас занимается тем, что может именно нужные нам предметы... Вот что происходит. То есть, подо мной сейчас каким-то образом лежат предметы, да? Почему-то они подо мной оказались. О, господи. Все, забили, 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 забили. И давайте возвращаемся вот сюда вот. Так. Вот у нас база. У нас есть вот такой вот фильтр замечательный. Вот он. И здесь мы можем выбрать практически все ресурсы. Виды ресурсов, которые мы хотим раскидывать по, так сказать, расфасовке. Давайте расфасовку сделаю вот с этой стороны. И крафт с этой стороны же сделаю, который будет подцеплен вот сюда. Так. Каким образом бы мне это все сделать? Как бы мне так все это сделать, чтобы оно мне не мешалось? Оно в любом случае будет мешаться, да, я думаю. Поэтому давайте что-нибудь типа возьмем, допустим... Стоп. Вот я точно знаю, что я подбирал длинные скобы. Вот такие вот большие. Я точно подбирал. Но у меня почему-то ни одной нет. Давайте посмотрим в магазине. Что у нас там, блин, а? Вот это неудобство в некоторые моменты, когда ты пытаешься что-то сделать. Так, вот эти скобы, они бы мне не помешали, но я их точно подбирал. Блин, почему их нету? Может быть, они не складываются. Давайте вот эти еще штучки подберем. Блин, а? Вот серьезно. Тут либо какого-то такого малыша нужно строить, который бы... Ну нет, 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 нет. Вот только такие. Отлично, спасибо. Спасибо, дурацкий магнит. Он мне, честно говоря, больше не нравится, чем нравится. Вот так вот. Окей. Что-то чем-то занимался несколько минут, непонятно чем. Так, до сих пор не понимаю, как бы мне лучше сделать. Да, не понимаю, именно не знаю, как лучше сделать. Вот понимаете. Потому что разные варианты постройки есть, базы. А вот какая лучше, вот тут вот, конечно, уже тысячи-тысячи всяческих будут нюансов, да. Как бы доводов на ту или иную, на тот или иной вариант постройки. Вот почему он не отсоединяется. Вот, спасибо, отсоединился. Давайте вот так вот, именно с этой частью. Но неудобно. Может быть, отдельную часть сделать? Хм. Почему бы нет, да? Давайте-ка мы сделаем отдельный крафт. Вот так вот. И на нем мы как раз-таки и построим наш... Да. На нем мы как раз-таки и построим все остальное. Плюс и удобство будет. Это раз. Так, давайте вот с этой... Эх, ты ж. Я всегда удивляюсь, почему блоки ставятся как-то не так, как всегда нужно. Так, и здесь явно нужна кабина, которая теперь будет у нас за главной. Так, это будет у нас домиком, от которого мы начнем строить наш крафтовый механизм. Механизм расфасовки. Как угодно это называйте. Первое, что должно у нас здесь стоять. Давайте подумаем. Предметы, ну, как бы... Устройства крафта, они также будут стоять наверху здесь. Мне так удобнее. То есть, сверху, как бы, легкий доступ. А вот внизу, внизу у нас должны склады стоять. С определенными... Так, давайте-ка вот что-нибудь типа такого. Берем... Склад, но нам нужен большой склад. То есть, берем, к примеру, вот такие вот склады. Сколько они у нас стоят? Давайте здесь магазин поставим. Ну, вот давайте вот... Вот так вот, кстати, вообще удобно. Геокорпусский сразу магазин. Если воткнуть, то... Он и выглядит красиво. Так, есть у нас вот несколько. Давайте вот так вот купим штук десять, наверное. Вначале нам должно хватить. В чем фишка? Я хотел бы поставить склады именно по два ресурса. На обработанные и необработанные каждого вида. То есть, ставим вот так вот в линию. Давайте просто сейчас посмотрим, где у нас расфасовщики. Конвейер... Конвейер-фильтр не то. Надо прикупить. Нет, это именно то, но нужно купить его побольше. Так, теперь обратно переходим. Вот так вот. По две штуки на каждую ставим. Нет, 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 нет. Не нужно ставить. Ну вот. А теперь надо его поставить как-то... Вот. Да, отлично. Так. Еще вроде бы, хотите сказать, все ушли. Ну, в общем, ладно. Давайте. Вот смотрите, берем вот так вот, допустим, дерево. И здесь еще вот такой вот переработанный. Нам нужно еще, допустим, одно здесь. И здесь еще будет участвовать вот этот вот момент. Потом дальше. Кирпич резины. А, это, блин, кстати, это тоже относится к этому складу. И черт возьми, вот смотрите, здесь вот получилось так, что нужно больше, чем я задумал. Так, давайте еще фильтры сделаем. Так. Здесь пока можно проводить в большом количестве конвейеры. Так. Фильтры. Давайте вот здесь вот фильтр поставим. Ой, да, именно фильтр. Так, так, так. Ну, здесь, ладно. В разные стороны крутится. Это пока не важно. Вот, теперь у нас, как бы, под дерево есть один склад. Может быть, это мало. Мы, наверное, разделим чуть попозже. Плюмбовый и плюмбовый. Так, отлично. Хотя, да, кстати, вот здесь я неправильно сделал. Здесь я неправильно сделал, потому что слишком круто будет, да? Два матери... Ну, четыре материала в одном складе. Это как-то чересчур, по-моему, на мой взгляд. Так, давайте что-нибудь такое. Так, следующий у нас идет титановая руда. И титановый слиток обработанный. Так, 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 так. И вот, чтобы было поинтереснее, можно уже сделать, допустим, второй этаж. Но второй этаж, чтобы шел, к примеру, вот здесь вот, с этой стороны. Можно так сделать? Можно, я думаю. Плюс у нас позволяет всяческий конвейер, они довольно-таки разные. И вполне позволительно сделать так, как я хочу. Давайте вот здесь вот зеленое. И отлично. Так, давайте попробуем. Допустим, у нас доходит досюда вода, да? То есть здесь у нас наверх поднимается. То есть давайте вот это вот уберем. Здесь уже поставим. Так, наверх поднимается. Отлично. Только вот здесь вот немножечко нужно искривить его. Оп, обратно. Пошел, пошел подъем, пошел подъем. Так. Теперь, теперь, теперь нам нужно, теперь нам нужно вот так вот сделать. Только здесь немножечко развернуть. Так. И вот склад пошел, второй склад пошел уже наверху. Можно было бы, конечно, кстати, вот... Хм... В принципе, по теории, смотрите, вот, высота предельная, да? То есть можно было вот на этой высоте сделать. То есть, кстати, так будет, наверное, интереснее. Давайте попробуем именно таким вот образом сделать под максимальную высоту склада. Так. Раз, два. Так. Ну вот, где-то здесь давайте с запасом еще сделаем, да, конечно же. Чтобы запас был. Отлично. Отлично. Так, пошел склад. То есть он у нас, получается, где-то здесь будет как раз-таки. Ой. Выпал. Так. Так, 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 так. Да, блин, промахиваюсь немного... Блин. Слишком много промахиваюсь. Это не очень хорошо. Так. Теперь нам нужно поставить... Вот так вот здесь еще через... Через одну, да? То есть две через одну. Ну, вот так вот. И теперь к этим предметам ставим склады. Нет. Давайте-ка не так вот. А чтобы... Ну, блин, вот. Вот. Но у нас не хватает еще... Так, смотрите, там зеленое. Тут у нас желтый. Ну, оранжевый какой-то, игнатовый. Потом у нас идет... Чего-то там... Селестиевый материал. Эрудитовый материал. Эрудит хотя бы я знаю. Ну, хотя бы слышал такой. И люкситовый осколок. Все. Вот, в принципе, этого уже достаточно. То есть материал уже разбросан. Разбросан. Кстати, здесь, в принципе, можно... Вот здесь было подъем сделать, чтобы предметы расходились. То есть... Да, кстати. Потому что здесь, смотрите, во-первых, здесь предметы будут запираться. То есть, по-хорошему здесь вот так вот нужно сделать. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так, давайте еще в магазине купим пару... Сколько это? Раз, два, три, четыре. Четыре склада. Раз, два, три, четыре. Блин, не хватает. Это что это? ГСО Mobile Delivery Cannon. Ого. Вот это крутая штука. Интересно, как она работает. И что это? Странно, что ГСО вроде бы, да? Но у меня ее нету. Ну-ка... А, нет, у меня крафтовых предметов сейчас нету. Так. Что-то я там убрал. По-моему... По-моему, вот этот. И гнитовый. И гнитовый слиток. И... Так. В принципе, можно здесь подъем сделать. То есть, при том, у нас есть такие вот... Вот такие вот конвейеры. Они тоже очень симпатичненькие. Может быть, даже попробуем сейчас. Единственное, что они стоят денег. И надо побольше денег. Вот, смотрите. Даже боком можно. Смотрите, прикольно. Блин. Во. То есть, можно сделать спуск. Давайте я подзаработаю денежки и вернусь. Так, ребятки. Под звук пушек, которые перерабатывают... Перерабатывают и перерабатывают. Мы продолжим. Потому что деньги нужны постоянно. Поэтому приходится перерабатывать. Так. Вот здесь я сделал пару магнитов. Все-таки есть удобные некоторые моменты с магнитами. Особенно, если мы хотим быстро заработать деньги. Можно продать, так сказать, очень быстро. Так. И сейчас мы сделаем попытку перенести эти ресурсы и сразу на расфасовку закинуть. Попробую, если это вообще выдержит. В общем, мой компьютер, все это... Потому что здесь довольно-таки серьезная такая, ну... Как сказать, логучесть, да? Попробуем, в общем, посмотрим, как это сработает. Да, я смотрю, они загружают. Отлично. То есть, они сразу загружают на устройство. Так, можно, конечно, помощнее поставить здесь. Да, кстати, почему бы нет? Давайте сразу вот так вот, да? Бук. Бук. Отлично. У них, во-первых, и размер больше. И загружают они быстрее, да? То есть, как видите, отлично. Очень удобно, кстати, вообще. Единственное, что здесь неровно. Блин, некрасиво получилось. Вот, серьезно, некрасиво. Я хочу, чтобы было красиво. Поэтому будет у меня красиво, в общем, сейчас. Так, мы здесь... Прошу прощения. Так, отвлекли. Так, вот здесь вот мы сейчас сделаем так, так, так. И вот теперь вот будет вообще все шикарно. Давайте собирать и посмотрите, сколько ресурсов здесь собрано. Просто нереальное какое-то количество. Так, 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 так. Давай, 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 разворачивайся. Вот единственное, что колеса, может быть, нужно другие все-таки поставить. Смотрите, видно, что как бы передняя часть просто накоренился, и ей тяжело. Самое главное, мы утащили все предметы, и вот сейчас я вижу, что высота может быть и больше, конечно. Как видите, здесь я тоже поставил более мощные загребалки. Но давайте мы их как-нибудь вот так вот, наверное, сделаем. Хотя вот с этих складов, видите, не скидывается, да, вот. Хм, с этих складов, значит, не скидывается. Это печально, это печально, но ничего страшного в этом кардинального, ничего нету, потому что мы тогда просто вот так вот сделаем, и все. То есть, серьезно, как бы так намного будет проще. Плюс мы можем, ну, вот, как бы, с такой системой стоять, то есть, он будет подбирать и сразу тут же перекидывать. Все, отлично. Расфасовка пошла, и, как видите, работает довольно-таки успешно. Ну, по-моему, успешно. Давайте вот так вот перейдем. То есть, как видите, наверх поднимается. Я здесь пытался сделать немножко другую расфасовку, но я не нашел устройство, которое бы разделяло бы. То есть, допустим, вот, ну, грубо говоря, сейчас мы, давайте, я вам покажу. Грубо говоря, идет вот так вот две линии. Вот так вот две линии, допустим, идет. И мне нужно вот так вот поставить, чтобы, смотрите, чтобы вот здесь какой-то блок такой поставить, чтобы нужные блоки сюда уходили, а нужные блоки сюда уходили. То есть, какой-то такой фильтр, датчик, который бы, ну, раскидывал эти блоки. То есть, ну, как-то есть вот такая штука, конвейер-развилка, но тут немножко другая система. Тут, если даже прочитать, это специальный тип конвейера, который отсылает все полученные предметы в альтернативном направлении. То есть, он просто, я так понимаю, в разные стороны раскидывает это все и все. То есть, это мне не нужно совершенно. Дальше мы будем использовать уже нормальные крафтовые устройства. То есть, они будут находиться здесь. Но для этого нам нужно построить конвейеры. Конвейеры в большом количестве, я бы сказал. Потому что они должны приходить сразу на нужные нам блоки. Но здесь есть небольшой нюанс. То есть, нам же нужно на одну линию это все пустить. Поэтому мы сделаем вот что-нибудь типа такого конвейера, который здесь же будет подниматься и вот сюда проходить. В общем, вот так вот мы это все и сделаем. Так. Так. Теперь только нам нужно снизу наверх, да? То есть, вот как-то так делать. В принципе, смотрите, все блоки уже расфасованы. И как много у меня блоков нету. Так. Давайте я с конвейерами за кадром разберусь. Так, ребят, поставили. Конвейеры есть. Теперь нам нужно крафтовые механизмы установить. Это у нас, значит, получается обрабатывающий завод. Обрабатывающий завод. Это не то. Надо фабрикатор. Или фабрикатор. Это тоже не то. Нет. Это именно то, что мне нужно. Вообще, в идеале, наверное, по две штуки тут надо втыкать каждого механизма, чтобы было производство такое, знаете, как бы нормальное, да? То есть, чтобы скорость производства радовала. Единственное, что остается сделать, это нам сделать вот такие вот предметы, как обрабатывающие заводы поставить, которые будут как раз-таки нужные материалы, приготовить и делать из них консистенцию нужную. Так, вот. Нет. Вот так вот. Отлично. А, нет, цараза-то. Вот так вот. Вот так вот. Ну, давайте. Ну, нет. В принципе, этого достаточно, я думаю. Так. И еще остается самое главное действие. Это загрузочный, ну, как бы, загрузочный отсек сделать. Давайте я, наверное, его за кадром сделаю. Хотя можно даже и при вас, так сказать, это все сделать, потому что здесь ничего сложного нету. Здесь будут стоять устройства, которые будут все это перерабатывать, то есть обрабатывать. В данном случае, допустим, будет стоять один переработчик из ГСО, из Геокорпс и Вентуры. И потом уже, кстати, разрабатывается уже один переработчик из новой коалиции, вот, Хантер или как она, Хавки, да? То есть, Хавки, это охотники вроде бы, да? Так, давайте утилизатор. Утилизатор, да, вот именно он мне и нужен. Давайте его скрафтим. Вот только единственный вариант, ну, точнее, один момент. Сколько этих утилизаторов нужно? Хватит ли одного? Или два надо? Или три? Или вот сколько вот утилизаторов нужно? Давайте поставим на каком-то таком, ну, расстоянии, потому что... Оп, почему он у нас вылетел? А, смотрите, он... Блин! То есть, ему места не хватает. Так, окей. Сейчас мы его поставим. Так как ему места не хватает, то мы сделаем немножко иначе. Он должен быть повыше, понимаете? Ну, вот такой вот он капризный. Не знаю уж почему. Так, давайте. Так, есть. Нет, мы его неправильно подключили. Чуть-чуть. Вот, вот теперь все. Вот теперь он будет нормально работать. Так. И остается только единственный момент. Чтобы удобно было загружать, нам нужно такую, как бы, ограду сделать. Или что-то типа такого. Так, ну, стену я, ребят, доделаю потом, потому что, ну, реально, у меня блоки только вот такие вот. Стандартный блок. У меня нету двойных, у меня нету четверных. То есть, самое лучшее это делать из четверных. Когда я их набью, тогда, наверное, и буду делать, потому что их надо набить. Но здесь можно еще добавить кое-что. Вот что-то типа такой же системы, как я сделал, как я сделал и вот здесь вот поблизости. Давайте что-нибудь такое придумаем. Во-первых, нам нужен определенный блок, а блок этот нужен якорь. Якорь. Так, ну-ка, магазинчик. Давайте вот там раз, два, три, четыре. Ну, четыре якоря сразу купим, чтобы были. Так, и вот здесь вот сейчас вот нам пригодятся магниты. Так, давайте вот по-хорошему якорь где-то вот прям вот перед каждым в упор нужно ставить. Давайте вот как-нибудь... Нет, давайте как-то вот на это устройство, да, пересядьми. Просто так более точно можно поставить. И как-то вот так вот. Так, отлично. Отлично. Мы еще сейчас вот так вот сделаем, чтобы он был повыше как бы, да. И вот теперь мы поставим здесь как раз-таки нужный нам механизм. Единственное, что... Хм... Подбирает он на большом расстоянии. А вот, допустим, у этих устройств... Видите, какой подбор предметов? Очень-очень-очень маленький. То есть, по-хорошему, в принципе, это вот нужно вот такие вот комнаты приема и делать. То есть, чтобы... Блин, ну даже, видите, как вот неудобно получается. Да, именно так оно и должно быть. Либо использовать маленькие магнитики, у которых даже у маленького магнитика довольно-таки большой размер. Все-таки я решил переделать немножечко и поставить маленькие... Маленькие магниты. Ну, с ними, ну, реально будет удобнее. По крайней мере, у них небольшой размер. И они смогут намного приятнее работать, так сказать. Где у нас так магнит? Нужен маленький магнит, который мы сейчас где-нибудь... Нет, давайте чуть повыше поднимем блок. Так вот. Вот, отлично. И где-нибудь теперь вот на таком вот расстоянии ставим. В принципе, все. Ребят, можно начинать работать. Можно начинать раскидывать нужные нам предметы и производить крафт. Допустим, ну давайте вот тут... Так, стоп. Нет. С большими магнитами. Пока у меня рядом большие магниты, с ними ничего не поделаешь. Так. И пока у нас рядом еще черные дыра. Да, ну это точно, точно с этим... Так, вот куда-то вот сюда нужно. И вот только вот так вот. А то черная дыра, она ну забирает все, как вы видели. Так, ну-ка. Сразу тут магнит начинает работать. Давайте вот такое количество. Может быть, не слишком большое количество нужно накидывать. Давайте здесь, к примеру... Ну, я не знаю. Чего? Э, алло. Что происходит-то? Может быть, небольшое количество нужно накидывать. Ну, допустим, вот так пяток накидали и ждем, когда это все переработается. То есть, в принципе, уже работа пошла и как бы мы можем и крафтить. И жалко, конечно, что не идет в прием, допустим, здесь... То есть, нету какого-то универсального блока, который бы перерабатывал все. Но хотя, с другой стороны, это и правильно. Потому что мы же не можем крафты одного вида раскидывать в разные виды. Так, вот здесь вот я вижу уже... Вот почему-то этого материала очень много карбитовой руды используется. Прямо в большом количестве. Интересно, а можно как-то продавать исключительно какой-то материал? То есть, исключительно, допустим, хочу продать карбит со своих складов, к примеру. И, допустим, пошел карбит продаваться. Вот это было бы прикольно, на самом деле. И вот сейчас единственная проблема – это в скорости. Да, то есть, в скорости конвейеров. И вот эту скорость можно будет исправить только уже с Вентуры. У Вентуры есть конвейеры, которые намного скоростнее. То есть, в принципе, там вот у них прямо и написано, что они скоростные. То есть, конвейеры, Вентуры. Посмотрим, что из этого можно сделать. И, кстати, да, чувствуется, скоро именно вот этот материал просто в большом количестве куда-то нужно будет девать. Но давайте прямо сейчас сделаем один эксперимент. Мне очень интересно, как у нас это получится. Допустим, берем вот этот вот материал, допустим, так. Допустим, мы оставим сюда. Здесь берем так вот так вот. Здесь берем, мы, допустим, ставим большой склад, к примеру. Вот так вот. Вот так вот. Разворачиваемся. Вот так вот. И эксперимент. Чпок. Да, ребят. Это крутая тема. Это реально крутая тема. Сейчас я объясню, что я делаю. То есть, вот мне нужно разгрузить склад, да? То есть, мне нужно один склад разгрузить. В принципе, даже я уже сейчас могу вот так вот обратно его ставить и все. То есть, он уже пошел работать, да? То есть. А-а-а. И еще я вспомнил, что здесь вот сейчас, смотрите, нужно будет разгрузочную сделать. Вот, то есть, нужно будет опустить вот здесь вот вниз конвейер. Так. 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 Блин, вот не хватает. Ну, давай ты сейчас еще ставься как-нибудь. Непонятно. Так. Давайте дождемся. Так. Ну, блин, вот чуть-чуть не хватает, конечно. Сейчас еще тогда прикупим. Без проблем. Ну, идею вы, наверное, уже поняли, да? То есть. Да-да-да-да. Нужно переключаться сейчас. Сто процентов нужно переключаться. Самое время, чтобы переключаться. Так. Вот обратно к нашему устройству. Здесь просто очень удобно строить. Так, давайте. Все-таки я доделаю. Потому что многие серьезно даже просят меня создавать гайды, как строить базы. Понимаете? То есть, чтобы было легче играть, типа того. Я, конечно, не против, но вместо гайдов я сделаю вот, ну, типа такого вот видоса, в котором я, как бы, и все объясню, строю себе базу. Ну, и заодно и вы сможете скопировать или, по крайней мере, понять, если что-то непонятно будет. Все. Как видите, конвейер зациклен. То есть, он уходит обратно на ту же точку, на которую нужно. И, в принципе, все. Материал здесь... Смотрите, как его много просто. Мы сейчас берем его так. То есть, такое, знаете, склады, которые нужно будет иногда расчищать. Вот как-то так. И это прикольно, на самом деле. Это реально прикольно. Мне нравится. Так, что у нас здесь остается? Нам остается как-то вот так вот приезжать, допустим. Здесь у нас будет вот такая вот какая-нибудь штука стоять. Вот такая вот. Приезжать. И просто-напросто так вот делать, допустим. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Просто все ссыпаем. Так, еще вот так вот. Как сказать? Ну, как бы это правильный-то. Кстати. Воу-воу-воу-воу-воу. Это же можно прям реально делать... Блин. Тут еще и ковш можно делать. Сейчас вот реально не отпускает. Игра, хочется прям... Мы даже сами себе можем закидывать этот... Ну, здесь вот не получится, да? Он слишком не того. Ну, вот размерчик не тот, конечно. Слишком уж огромен размер такой. И вот есть тоже момент, да? То есть за ковшом там вот предметы за ковшом. Они тоже падают. Так, ну вот как видите, в принципе, таким вот образом можно вполне, вполне, я думаю, работать и как-то пополнять деньги, притом в большом количестве. Да, и да, система не идеальная. Да, в ней есть какие-то погрешности. Но единственная погрешность это в том, что, допустим, вот у этого блока, вот у этого блока, допустим, сделать какую-то функцию запроса каких-то блоков. То есть я хочу запросить в своей системе, в логической системе запросить, допустим, вот этот материал, да, как карбитовая руда, которая пойдет сразу на продажу. Просто вот там бесконечность или там один, да? Ну, как вот в крафте. И все, ребят. И тогда будет идеально просто. То есть идеальнейшим образом вся система работает. То есть у нас заполнился какой-то предмет. У нас какой-то предмет заполнился. Все, он там сразу резко там, допустим, продался, если нам нужно это сделать. То есть мы его продаем и все. Ну, я думаю, запрос понятен. Скорее всего, здесь запрос тоже надо будет зациклить, чтобы, если запрос слишком много много или нагруженный, чтобы, если те предметы, которые проходили мимо, они заново там проходили. То есть, в принципе, это все просто. Ставьте лайки, если вам понравилась серия. Всем всего удачи и пока. Пока.